МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самое важное за неделю в итоговом выпуске. Здравствуйте, меня зовут Айдар Усламов. Традиционно август – это время чествования педагогов, подведения итогов награждения за добросовестный труд и успехи в образовательной деятельности. Почетные грамоты и награды получили лучшие учителя и учащиеся нашего района 28 августа. Самое приятное для всех педагогов торжественная часть августовского совещания отражает заслуги каждого учителя и ученика в процессе обучения. Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд была награждена учитель математики средней школы номер 4 Альбина Шифигулина. Такую же награду из рука начальника отдела воспитательной работы Министерства образования и науки Республики Башкортостан Татьяна Хурсан получила методист станции юных техников Гузель Захарова. Она обратилась ко всем присутствующим с благодарственным словом. Я прежде всего благодарна. Благодарна возможности заниматься коллеги любимым делом в команде из именамыщеников, в команде творческих педагогов в нашей станции юных техников и те двигаться вперед. Нагрудными знаками почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации были награждены директор средней школы села Байгузина Зуфар-Вали и учитель русского языка и литературы средней школы номер 1 Канисана Биулина. Сегодня для всех учителей нашего района один из самых замечательных дней. Хотя в этом году он проходит чуть-чуть не совсем, как в другие годы, но для нас все равно этот день остается праздничным. Ну, что хочется сказать. Хочется пожелать, несмотря на эту пандемию, хочется надеяться, что мы все и учащиеся, и учителя пойдем в школу, до конца учебного года будем там, в школе, и надеемся, что вся эта пандемия пройдет, и все у нас будет хорошо, все мы будем здоровы. У меня 27 лет педагогической жизни, из них 10 лет я работаю директором, и вот сегодня я получаю грамоту Российской Федерации, и мы очень рад. Ну, любая работа моя, конечно, сложная, каждая работа в своем роде сложная, ну, наша работа, она хорошая, интересная, она благодарная, лично мне моя работа нравится. С 2019 года в Янауле учрежден грант главы администрации района лучшим педагогическим работником, победителем и призером республиканских отраслевых конкурсов педагогического мастерства. Глава администрации района Ильшат Вазигата вручил гранты на 10 тысяч рублей. Победителю регионального чемпионата среди специалистов старше 50 лет, учителю технологии основ безопасности жизнедеятельности средней школы села Новый Артаул Ильдару Ибрагимову, обладателю второго места республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования сердцу отдают детям в номинации естественно-научное педагогу дополнительного образования Дома пионеров и школьников Рине Канифове. Дипломанту третьей степени, лучший наставник 2019 и методист года 2019 республиканских конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования методисту станции юных техников Гузель Захаровой. Финалисту конкурса «Учитель года татарского языка и литературы 2020», учителю татарского языка и литературы средней школы села Карманово Анисех Альфатулиной. Грант на сумму в 7 тысяч рублей получил победитель в номинации «Педагогическая надежда» республиканского конкурса «Молодой учитель года 2020» Александр Бронников. Дипломы и стипендии получили лучшие обучающиеся в номинациях «Учебная и общественная деятельность», «Художественно-культурное творчество», «Физкультура и спорт». Я была сначала очень сильно удивлена, что меня номинировали на эту стипендию, так как я никогда в таких мероприятиях еще не участвовала. И знаете, заслуги у меня не такие большие, но все же. Я победитель Республиканской олимпиады по родному языку, участница многих конференций. Я пишу исследовательские работы и выступаю с ними по другим городам. Мне нравится саморазвиваться, я люблю читать, учиться. Для меня это главная цель, так как я перешла в 10 класс, через год до два я уже должна буду сдавать ЕГЭ. И для меня это главная цель – хорошо, удачно сдать ЕГЭ. Почетной грамотой администрации района за многолетний добросовестный труд в системе образования и суммый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения были награждены 10 педагогов. Ежегодный грант Управления образования в размере 7 и 5 тысяч рублей был присужден педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийских республиканских мероприятий. Среди них – учитель информационных технологий гимназии имени Муксинова Альфрида Арсланова, второй год подряд подготовившая 100 бальника на единых государственных экзаменах. Почетная грамота Управления образования района была вручена 10 педагогическим работникам за многолетний добросовестный труд в системе образования, весомый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. В завершении встречи глава района пожелав своим присутствующим дальнейших достижений побед. Желаю уже всем, чтобы мы могли очно обучать наших детей, и чтобы мы проводили реальные занятия в классах. Наверное, с эпидемией, с пандемией у нас усталость некая присутствует, и у детей соскучились друг по другу. И, к сожалению, формат сегодняшнего общения не позволяет нам в большом зале проводить с вручением там. Но, тем не менее, мы с вами не сдаемся, мы с вами привыкли. В России никогда легко не было, в системе образования тоже свои сложности всегда были. Но возможность развиваться, показывать результаты у вас сегодня есть, она лучше, чем когда-нибудь, я бы сказал. Потому что информационная возможность позволяет, инновационные возможности позволяют вам развивать ваших детей, развиваться самим. Удачи, успехов и с началом учебного года всех. Совсем скоро начнется учебный год, а это значит, что всех участников церемонии ждут новое открытие. И самое главное, это те знания, что получает каждый ученик благодаря своим наставникам. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Айдар Садыков, Служба новостей, Еномольское телевидение. Актуальные направления цифровой трансформации образования, перспективы и новые возможности развития традиционного образования. Это тема прошедшего 28 августа совещания по образованию. Прошла она в зале заседания администрации района. На совещании по традиции подводили итоги прошедшего учебного года, обсуждали назревшие проблемы и вопросы. В работе совещания приняло участие начальник отдела воспитательной работы Министерства образования и науки Республики Башкортостан Татьяна Хурсан. С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Итоги работы системы образования в прошлом году и планах работы в новом рассказала начальник управления образования района Эльвира Шаихова. Также на совещании были заслушаны выступления других докладчиков. Так, об успешной формуле развития образовательной организации в современных условиях рассказал директор Янаульского лицея Алмаз Галиев. Заведующая детским садом номер 6 Татьяна Смольникова говорила о создании модели инновационного образовательного пространства дошкольной образовательной организации в целях повышения качества образования. О взаимодействии некоммерческих организаций с образовательными учреждениями рассказал директор Дома пионеров и школьников Диния Шамсудинова, а начальник отдела социальной молодежной политики и спорта администрации района Альбина Саляхова о деятельности учреждений молодежной политики и спорта в приобщении детей к здоровому образу жизни и волонтерству. Итог пленарной части – обсуждение задач по дальнейшему развитию системы образования в районе. Я вчера побывала в некоторых школах, они меня поразили своей мощью, своим новаторством, тем, что в каждой школе, я не первый раз в Иноальском районе, в каждой школе за это время появилось много новых кабинетов, кабинеты оборудованные, неформальная занятость детей во внеурочной деятельности. Это одно из важнейших направлений. Когда детям будет интересно в школе, когда каждый найдет себе дело по душе, в таком случае мы, родители и дети, будем с одной стороны. В этом году традиционная проверка готовности образовательных учреждений прошла в дистанционном режиме. Ее председатель, заместитель главы администрации района по социальным вопросам ГУ Хармин Дьярова провела церемонию награждения лучших образовательных учреждений. Комиссия оценивала техническое состояние зданий, благоустройство прилегающих территорий, а также безопасное пребывание детей в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования в условиях пандемии коронавируса. Завершилось совещание еще одним награждением. Вручением почетной грамоты Республики Башкортостан заместителю главы администрации района по социальным вопросам ГУ Хармин Дьяровой. В Янауле на этой неделе прошли мероприятия, направленные на исследование Советов многоквартирных домов как Института гражданского общества на территории города и выявление основных проблем и причин, препятствующих их развитию. Участниками семинара он прошел 27 августа в школе искусств, стали руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, председатели и члены Советов многоквартирных домов, представители некоммерческих общественных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также в работе совещания приняли участие должностные лица Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору и федеральные эксперты акционерной некоммерческой организации «Интеллект». Скоро начнутся холода и остров станет вопрос начала отопительного сезона. Все зависит от погоды. Сейчас он начинается, если 5 суток подряд температура не превышает 8 градусов. Вообще к отопительному сезону подготовка начинается уже в мае. Текущим и капитальным ремонтом тепловых сетей. На днях завершился капитальный ремонт участка внутриквартального трубопровода отопления по улице Азина. И это не единственный участок, который отремонтировали до начала отопительного сезона. Как и в предыдущие годы, подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов началась задолго до того, как было отключено отопление в городе. Был разработан план мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду. На сегодняшний день мероприятие выполняется в срок. Готовность объектов теплоснабжения АО «Башка Монэнерго» к отопительному сезону составляет 97%. На капитальный текущий ремонт заложена сумма в размере более 13,5 миллионов рублей, из которых потрачено на тепловые сети 8 миллионов, что позволило заменить 1746 метров тепловых сетей. Хотелось бы заметить, что заменяемые трубопроводы отопления и горячее водоснабжение были проложены с применением труб ФПУ-изоляции. Данная изоляция позволяет значительно сократить потери тепловой энергии в сетях. На ремонт в котельных и центральных тепловых пунктах было заложено 5,6 миллионов рублей. Проведены работы по замене запорной арматуры, ремонту котлов, сетевых и питательных насосов. Были проведены режимные наладочные испытания котлов в блочных котельных. Несмотря на то, что к новому отопительному сезону АО «Баш Коммунерго» будет готова на 100%, остро стоит вопрос поставки природного газа и электроэнергии в котельные. Связано это с долгами перед ресурсно-обжающими организациями. Долги образовались в связи с неплатежами населения за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. Пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к населению, имеющим долги перед АО «Баш Коммунерго», в кратчайшие сроки погасить образовавшуюся задолженность, чтобы исключить возможность срыва отопительного сезона в городе Инау. 31 августа свой профессиональный праздник отмечают все, кто занимается лечением животных. История создания первых ветеринарных служб уходит в далекое прошлое. Еще во времена Древнего Рима и Древней Греции ветеринары сопровождали войска, создавали лазареты для лечения раненых лошадей. В настоящее время профессия ветеринарного работника по-прежнему очень востребована. И в Инауле практически 90 лет действует ветеринарная станция. Сейчас 35 ее сотрудников заботятся о здоровье более 82 тысяч домашних животных и птиц нашего района. Работать в ветеринарной станции Лера Крылобаева начала 26 лет назад. Тогда она пришла простым санитаром. Постепенно знания и опыт росли. Сейчас Лера заветующая ветеринарной аптеки. Она составляет лекарственные смеси, реализует товары, консультирует покупателей по возникающим у них вопросам, ведет документацию. Мы выезжали раньше в колхозы, раньше были колхозы, работали в колхозы, выезжали, делали приивки. Потом в 2004 году я окончила повышение квалификации и стала ветеринарным фельдшером. Меня поставили ветеринарным фельдшером эпистетического отдела. В 2016 году перевели зав. аптекой. Помимо этого я занимаюсь тем, что вакцины приходят, мы делаем отчеты, составляем отчеты, выдаю вакцину. В основном зав. аптека это же выдача товара, продажа товара. Ближе к зиме, когда отел начинается, коровы телятся, уже получаются маститы. От маститов берут препараты, антибиотики в основном, вот эти препараты. Сейчас уж у нас, видите, город большой сейчас стал. Животных в основном собак, кошек берут породистых. Вот, вакцинации, на вакцинации приходят в основном. Мы делаем вакцинации, кошки, собаки, вот стерилизации. У нас идет еще акция была по этой стерилизации. Вот в основном такими делами занимаемся. К Кеновской ветстанции относятся лаборатории ветеринарной экспертизы и пять ветеринарных участков. Они обслуживают 103 населенных пункта и все животноводческие хозяйства нашего района. Основная задача ветеринарных работников – это лечение животных, поголовье скота и домашних питомцев. Это профилактические осмотры, предупреждение эпидемии и борьба с их последствиями, проведение операций. Каждый владелец может обратиться в ветстанцию за помощью для своих четвероногих друзей. Большинство ее работников имеют многолетний опыт работы. Накануне дня ветеринарного работника, своего профессионального праздника, в первую очередь хочу поздравить наших ветеранов, которые посвятили всю свою жизнь ветеринарному делу. Пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни. А своих коллег, которые на сегодняшний день трудятся во благо эпизодического благополучия нашего района и в целом республики, хочу пожелать успехов в нашей нелегкой, но очень ответственной работе. Пожелать им крепкого здоровья также, чтобы они приложили все усилия для недопущения возникновения особо опасных болезней. А для этого им семейное благополучие, еще раз здоровье, терпение всех с наступающим праздником. В настоящее время деятельность ветстанции имеет множество направлений. Это и осуществление профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных, и контроль качества продукции животноводства, и бракование поголовья скота и домашних питомцев. Но самая главная цель работы ветеринаров – это сохранение здоровья как домашних животных, так и их владельцев. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульское телевидение. Пока будут животные, будут нужны и ветеринары, особенно в сельском хозяйстве. В нашем районе они обслуживают 14 300 голов крупного рогатого скота, 22 500 свиней, порядка 700 лошадей, более 42 000 птиц и почти 3 000 собак и кошек. На сегодняшний день на территории Янаульского района работают 14 сельхозпредприятий. Общие поголовья скота у нас 3700 голов, из них коров 2800 голов. И в целом в хозяйствах ветеринарных работников, непосредственно работающих в самом хозяйстве, всего 8 специалистов. Так как специалистов не хватает, основной удар по ветеринарному контролю на себя берет наша районная ветеринарная станция, которую возглавляет Вильданов Ильвар Альфисович. В целом по ветуправлению нашего района числятся 35 ветеработников, у них есть 5 участков и одна ветеринарная лаборатория. Каждый ветеработник знает свою работу и ежегодно, неоднократно проводит контроль и обследование всего поголовья, как крупного рогатого скота, так и мелкого рогатого скота и обычных животных, это собак и кошек, в лично пособных хозяйствах. В связи с этим хочу поздравить всех наших ветеринарных работников с наступающим праздником, пожелать им крепкого здоровья, удачи и, как есть хорошая пословица, если медицина лечит человека, то ветеработник лечит человечество. Из-за этого хочу пожелать им здоровья и чтобы наше человечество было здоровым. 77 человек, в том числе 11 детей. Такова печальная статистика погибших на воде в минувший купальный сезон. Пожалуй, главная причина утопления детей – неумение плавать. Возможности внедрения программы по плаванию в республике еще весной. 2019 года Роги Хабиров обсудил с президентом Российской Федерации плавание. Речь шла о создании целой инфраструктуры для массовых занятий спорта. В нашем районе с начала учебного года стартует социально-образовательный проект «Учусь плавать». За плавательный сезон тренеры по плаванию бассейна «Дулкен» планируют обучить держаться на воде более 3000 детей с 1 по 11 классы. В новом учебном году мы запускаем в нашем муниципальном районе новый социально-образовательный проект «Учусь плавать». Нами еще летом было проведено анкетирование родителей. Результаты оказались тревожными. 63% детей в нашем районе не умеют плавать. Решением руководства администрации района оплата затрат, связанных с обучением плаванию, будет осуществляться с местного бюджета. Говоря простыми словами, для родителей эта услуга будет совершенно бесплатной. В нашем районе есть плавательный бассейн с достаточно хорошей материальной базой, с опытными тренерами. То есть имеются все условия для успешной реализации данного проекта. К тому же мы еще преследуем и экономический эффект от проекта. Думаем, что теперь уже умеющие плавать дети приведут с собой еще и своих родителей, бабушек и дедушек. Тем самым мы обеспечим полную загрузку мощности бассейна. Обучить ребенка самостоятельно держаться на воде, плавать, значит предупредить несчастные случаи с детьми на воде. И это наша основная задача. Пожилой возраст не повод переставать узнавать и изучать что-то новое. Ярким доказательством этого выражения служат участники проекта «Продвинутость. Время пожилых». Реализует его Центр социального обслуживания населения «Альтаир», ставший победителем конкурса на предоставление грантов главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества. Благодаря этому янаурские пенсионеры вновь сели за парты и изучают непростую науку компьютерной грамотности. Но работать мы будем чуть-чуть другими элементами. Совсем недавно для участниц этой группы компьютер казался чем-то сложным и непонятным. Однако уже сейчас, спустя два занятия, каждый из них с уверенностью может сказать, что успешно осваивает базовые навыки работы с ним. Хотя, как признаются, это дается не очень легко. Большат Манапова на пенсию вышла семь лет назад. Помимо домашних дел, также присматривает за внуками. И, наблюдая, как ловко они пользуются возможностями компьютера и интернета, сама захотела стать уверенным пользователем. Я с радостью записалась на эти курсы. Хочу научиться платежи платить через компьютер, общаться, переписываться. У меня дети далеко, а с ними по компьютеру переписываться. Нравится хотеть. Стараемся уж, сколько сможем, все усваивать. Курс рассчитан на пять занятий. Каждое длится полтора часа. Если на первом изучали самые простые навыки, то постепенно задания усложняются. Пенсионерам предстоит научиться самостоятельно пользоваться электронными государственными услугами, получать интерактивную помощь и консультаций, общаться со своими близкими и друзьями в социальных сетях. Уровень начальный. Начальный уровень. Есть люди, которые совсем не умеют включать даже, не умеют управлять мышкой, допустим. Или для них клавиатура очень такая, не знают, куда нажать, с чего начать. Есть такие. Есть, которые уже посещали подобные курсы, уже более опытные, которые уже умеют. Для всех у нас как бы единая программа. И мы начинаем с самого начала. Учим, как правильно включить, как правильно выключить. Далее уже более сложные моменты, такие как, допустим, госуслуги, электронная почта. Мы с ними будем создавать, оплатить штрафы, оплатить снова такие вот ЖКХ и так далее. 13 лет мой педагогический стаж. Если сравнивать с ребятами, то ребята нацелены на оценку, как бы на результат. Они вот, я выполню это задание, возможно, для учителя, да, кто-то, кто-то из ребят для мамы, там, чтобы хорошую оценку получить, кто-то для себя. В основном не все. А данная группа вот уже пожилых людей, да, они, им интересен сам процесс. Вот. Я смогла открыть вот данную вкладку там или создать, допустим, документ или сохранить файл. Вот сам процесс, сам момент им интересен. С рабочим визитом Центр Альтаир посетил начальник отдела реализации и сопровождения проектов Фонда содействия Гражданскому обществу Республики Башкортостан Азат Урманов. Он ознакомился, как проходят занятия, выслушал мнение участниц программы. Мы очень рады тому, что данный проект востребован, то, что он актуален. И пообщавшись с некоторыми его участниками, они указали на то, что, да, они с удовольствием пришли сюда и этим занимаются. Поэтому я думаю, то, что этот проект, наверное, еще должен быть, быть, и в настоящее время они еще не до конца его довели, но, надеемся, у них срок реализации до следующего года, они все свои показатели реализуют. В первую очередь внимание обращаем на то, что социальная направленность, потому что все-таки этот фонд направлен на некоммерческие секторы республики, да, им пользуются они ради прибыли, а для того, чтобы удовлетворить требования социального населения, да, социального направленности населения. Вот. И смотрим уже на то, что было заявлено, какие оборудования куплены, что сделано к моменту нашего выезда. Всего до мая следующего года планируется обучить 48 человек. И самое главное, чтобы каждый из них смог почувствовать себя гораздо свободнее в использовании возможностей компьютера, а также получил такие необходимые в современном мире знания. Гульнара Сиддик, Вайдар Садыков, Служба новостей и Наульского телевидения. 17 августа в нашем районе стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!». Она направлена на профилактику детского травматизма на дороге. В преддверии начала учебного года это особенно актуально. Ежедневно сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Акция продлится до 11 сентября. Профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться на перевозку детей. Напоминаем водителям, что перевозить детей нужно в специальных детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности. За данное нарушение водитель будет наказан по статье 12.23 части 3 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафом в размере 3 тысячи рублей. С начала года сотрудниками ГИБДД за данное нарушение выявили более 120 нарушений. В рамках национального проекта «Демография» в детском саду «Колокольчик» была создана дополнительная ясельная группа на 25 воспитанников. В конце прошлого года был выполнен капитальный ремонт помещения, после чего приступили к оформлению помещений и закупке необходимой мебели и оборудования, в том числе ковровых покрытий и разнообразных детских игрушек. Сейчас у нас остался последний этап, это последняя документация, и в скором времени мы готовы принять воспитанников в нашу новую дополнительную группу. Здесь группа рассчитана ясельная с двух месяцев до трех лет. И потом, по достижению этого возраста, эти ребятки будут переходить уже в основное здание детского сада номер 7. был оснащен уголок, интерактивный уголок, где с помощью проектора дети уже сами могут выполнять какие-то задания с силу своего возраста. На данный проект ушло более трех миллионов рублей, миллион сто на капитальный ремонт, все остальное на приобретение другого оборудования для этой группы. Штат есть, сейчас они трудятся здесь, приводя все в порядок, расставляя все по своим местам, собирая всю эту интерактивную технологию, которую мы приобрели. Воспитатель заполняет документацию, ведет необходимую работу и ждет встречи с воспитанниками. И это, пожалуй, все, о чем мы хотели вам рассказать. Удачных вам выходных! Субтитры предоставил DimaTorzok 30 августа ожидается малооблачная погода, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный 5,10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 24, плюс 29 градусов. Это не шутка? Вот это да! Всю неделю на базе оптовых цен находка. Колбаса «Казанская халяль» 69,99. Молоко 3,2% жирности. Молочный фермер 36,99. Киттикет «Желе» 9,99. Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Детская школа искусства объявляет прием детей на новый учебный год по следующим специальностям. Фортепиано, народные инструменты, изобразительное и хореографическое искусство. Группа раннего эстетического развития «Хореографическое искусство». Набор будет проведен с 8 до 17 часов. Дополнительная информация размещена на сайте школы искусств и на странице в социальных сетях. Справки по телефону 8-347-60-556-50-556-60. В рамках реализации проекта «Радуга жизни» 5 сентября в 10 часов в здании Дворца молодежи состоится организационное собрание для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Приглашаем всех принять активное участие. Уважаемые избиратели, приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Янаульского района Республики Башкортостан 13 сентября 2020 года с 7 часов утра до 21 часа. Если по состоянию здоровья, либо по другой уважительной причине вы не сможете прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию со 2 сентября 2020 года до 15 часов 13 сентября 2020 года. Со 2 по 12 сентября 2020 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно в помещении из соответствующей избирательной комиссии. К перечню уважительных причин для досрочного голосования относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей. Время досрочного голосования в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, маску и перчатки. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность — основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Боже, меня храни! Я здесь власть! Власть, говоришь? Все в наших руках! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА